друзья приветствую что хочу вам сказать напомнить потому что я уже об этом говорила и да и опять таки это такая аля напоминалочка ребят ведьмы колдуны там шаманы маги волхвы да вот целители чего хотите нас не аисты приносит понимаете мы рождены людьми мы рождены естественным путем да как рождаются дети но у каждого человека скажем так ну считайте знаете на роду написано я говорила я не шучу вы можете смеяться там верить не верить вы можете там писать какие-то там да там свои хитерские комментарии каждый человек обладает силой просто ее закрывают она как правило таких людей есть уже способности зачатки с детства и такие люди об этом знают но потом как бы да что то происходит опять-таки разные моменты то есть сила закрывается блокирует здесь уже тоже да как бы либо человек сам не готов либо его считали да и блокернули тоже есть нюансы но это факт это фактетский факт каждый человек обладает силой опять-таки да что такой сила это определенный либо ресурс это действительно может быть дай мне яблоко это может быть магическая сила но вы должны понять и усвоить одно нас не приносит аисты то есть когда вот вы там знаете когда я слышу ой он не может колдовать блять вы знаете не то чтобы 99 процентов 100 процентов оказывается по факту что именно этот человек и делает в жизни вы если вы как бы да неосознанно не пробуждены если вы там да вот находитесь вот вот жесткими вот этими клещами в этой в матрице да в 3d матрица своими словами вот это бытовуха суета не знаю там дом работа вкусно покушать да там хорошо одеться то есть ну понимаете вот эти вот именно скажем так потребности какие-то бытовые потребности где-то вот инстинкты вот знаете в голове идет такая информация знаете вот покушать поспать потрахаться простите это ну это прям совсем до низы все как бы и деньги 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 да то есть ну такой человек на самом деле там даже не имеет смысла вообще с ним начинать работать потому что такой человек его невозможно вытянуть опять-таки он тоже рожден да и пришел на землю тоже в ну скажем так в качестве до отработки в качестве пушечного мяса можете называть так потому что такое тоже существует и в определенный момент жизни человеку эту силу открывают и как правило здесь огромная тоже идет проверка потенциал этого знаете ребята это же аналогично здесь любая психология сможет объяснить знаете 90 процентов черных колдунов видим но вот эти знаете вот погони которые там блять там проклясть что-нибудь я не знаю вот на кладбище закопать который вот вот короче такие люди они по жизни они неудачники они блять они всего боятся они всех ненавидят они не умеют быть счастливыми они не умеют любить они не знают да знаете что это элементарная психология те люди с детства недолюблены таких вот этих будущих да блять черномагов их как правило их обижают с детства ребят там на самом деле другие победы там там такая блять судьба у них это унижение со школы здесь 50 процентов насилование изнасилование это буллинг на буллинг троллинг в семье в родной то есть это опять-таки да в жестоких случаях это не не хочу больше говорить ничего то есть это очень я не знаю записалась не записалась да это травматичное детство и таким людям на самом деле дают испытания я не говорю что все вот такие да которых там вот как-то вот прямо бежали да становятся уродами нет другая половина как раз таки наоборот вот это все понимает прорабатывает и помогает людям то есть они знают они знают помнят то через что прошел да вот он сам и скажем так он несет вот эту частицу света да он сохраняет в себе душу все остальные кто не справляется но опять-таки да есть тот же момент на роду написано на карме то есть любая понимаете опять-таки да я говорю маги маги это энергия любая энергия она должна иметь выход это тоже самое относится к тому если да человек обладает силой неважно какой мы сейчас не делаем разделение да если ее не использовать человека начинают просто жрать поэтому ребят я говорила почему порчельники почему колдуны колдуют это как наркотики у них возникает ломка они не могут не колдовать они одержимы то есть в них живет некая сущность некая не знаю энергия субстанция как хотите да называйте которые то есть такой человек да вот одержимый бесноватый это да такие люди они агрессивны они там я не знаю там бухающий там да там что-то какие-то я не знаю там игроманы не совсем это так да хотя частично они не принадлежат сами себе ими они марионетки они как вольт в руках уже понимаете более темных там до иерархий ну опять-таки ладно это уже другие темы огромные но что хотела я сказать скажем так что вот да опять таки почему я да вот иногда там могу не появляться потом резко какое-то видео выпущу ребята по живому опыту по работе с людьми потому что я тоже да считываю энергию огромное количество людей да был период прям схожий да вот какие-то там проблемы ситуации опять-таки это была моя там да там скажем не то чтобы отработка наработка опыта то есть мне давали людей с похожими проблемами потом естественно понимаете это как блин это как как компьютерная игра как я не знаю как любой квест то есть ты проходишь первый уровень да тебе там дают второй третий там четвертый пятый то есть ну человеку грубо говоря только что пробудившемуся да не дадут там клиент или человека да помочь смерть снять а я вот работаю с такими да то есть я реально могу снять то куда вообще лезть нельзя но опять-таки да это серьезнейшая работа это глубочайшая проработка это постоянной диагностики да и опять-таки не всегда я за такие работы берусь но даже речь не обо мне опять-таки да послание я делаю они странные да ну кто-то понимает кто-то там да кто-то не понимает всякое в жизни бывает но вы должна вы должны ну должна да все таки значит значит кто-то ты должна понять что все в этой жизни не просто так что сила она всегда есть в тебе и и просто необходимо пробудить но еще такой момент черных пробуждают всегда раньше и даже в подростковом возрасте на самом деле если 18 лет дать черную силу какой-нибудь вот простите пиздюшки она блять она пол страны может закосить и поверьте вот в этом как бы была сила темной стороны до сила дьявола а вот как раз таки светленьких пробуждают через такие блять страдания через такие слезы через такие потери через такие мучения это тоже вам сигнификатор если вам по жизни все вот так дается ну значит вы по-любому чем-то обладаете я думаю вы тоже об этом знаете а если вы по жизни гребете и страдаете но при этом вы сами осознаете что вы то есть когда я говорю сами осознаете то есть вы честны сами перед собой То есть вы сами знаете, что вы там, да, не колдовали, нигде ничего не закапывали, там, да, там, блядь, не зашептывали, ну, хуйни, короче, не делали. А понимаете, это можно там, ну, попытаться там кого-то обмануть, да, такие люди, как правило. Ребята, вы знаете, сколько ко мне приходили, до сих пор приходят люди, типа, блядь, клиентки, у меня там писец, помогите. Начинаешь делать диагностику, а там реально, там так гребут. Вот, и я на днях выпустила видео, да, когда говорила, что мои же собственные ученики на меня, ну, пытались там, да. Ну, ребят, я знаю, что вы меня смотрите, даже не пишите, даже не пытайтесь, потому что все. По поводу, да, такой тоже вопрос, прощаю ли я вас? Нет, я вас не прощаю, вы заслужили то, что вы заслужили, как бы. И даже более того, я скажу, я вам желаю еще больше того дерьма, который вы делали не только мне, но и другим людям. Потому что именно от таких и нужно избавляться. Не в той, не там вы применяете свою силу. Поэтому магия закрыта, поэтому сакральные знания, да, как называемые знания, они под замком. И теперь, я надеюсь, вы понимаете, почему люди платят огромные деньги, почему люди продают душу дьяволу, самому подписывают контракты и кровью, делают ритуалы, делают это какие-то, блядь, посвящения, блядь, в колдуна и да ведьмы, просто для того, чтобы, да для чего, блядь, Бузову вспомнить элементарно. Вот она душу свою продала, а что она счастлива, как была дурой, так и осталась. Только популярная при бабле, ну, например, несчастная, и у нее, кстати, никогда не будет ни семьи, ни детей, а если будет, пример.